Антопель, брат! Мы опять в аэропорту Борисполя. Мы опять куда-то летим. Какой-то дежавю, чувак. Мы опять куда-то летим? Летим. Рассказывай быстренько. Мы летим на презентации новой маски для эндуро джулба, которая называется Quick Shift. Мы летим в финале Легуры на гонку EVS. Там будет и Жером, и Фабиен, и другие крутые чуваки. И мы будем кататься, и нам дадут велики, короче, жир в жиру, как всегда. Это будет Италия. Так же будет писта пацца, паста пицца. Белла. Белла. В общем, подписывайтесь, ребята, на канал, ставьте пальцы вверх, и тогда Антопель будет чаще меня брать, и мы будем снимать классные видосы новые. Уи, пока. Полетели. Приехали в Милан. Ожидаем наши вещи с рейса. Сложная дорога была, почитывая то, что у нас была пересадка в Вене, из Вены в Милан. Мы летели Австрия, Айрланд. Я сегодня еще утром рано был в Запорожье, и сейчас часа четыре дня я уже в Милане, в Италии. То есть обычно это как происходит? Я за два дня типа проезжаю. С вечера беру билет на поезд и еду в Киев. Ночую, например, у Антопеля, и рано утром у нас вылет, или в обед у нас, например, вылет, и прилетаем вечером. И тогда типа ок, я спал. А так я нифига не спал дома, потому что в четыре часа мы выехали на машине с Игорем, и, соответственно, как бы нифига не поспал, приехал, и через часа два типа уже в аэропорт, и уже типа вылет, и пересадка, и я, короче, вообще вареный. И в первой жизни такое, что утром дома был, именно в Сапорожье именно, а вот даже в обед, где-то не вечером, я уже был в Милане. Сейчас мы берем еще машину напрокат и едем в финал Лягу, в этот город, в котором мы, в принципе, проведем все ближайшие три дня. Какая у нас тачка будет? У нас будет маленькая итальянская машинка Fiat Panda. Вот такую? Не, вот такую я хотел. Гей-кар? Да. Короче, идем за малышкой. Прошло минут десять, тачку мы еще не нашли. Я так устал уже. Мы что, долго еще оформляли эту машину, да, какие-то еще с ней нюансы были. Я куда-то там покоцал, нам показывали эти фотографии. Господи, я не знаю, говорил я вам или нет, я просто так уже устал, что стоит на 30 евро в сутки. Это Fiat Panda. Так. Короче, нет нашей тачки. Нам сейчас тут уже третью машину, потому что первой не было. Нам выдали вторую, которую мы еще даже не смогли найти и увидеть на паркинге. И теперь Антопель побежал за третью. Херс, вы что? Ну, блин, камон, ну... Ну, мы опаздываем. У нас ужин в восемь часов. Сейчас уже шесть. Мы торчим полтора часа в аэропорте. Мы не можем взять машину. Мы не можем уехать своего чертового Милана. Блин, одно радует. Тут очень тепло и я уже мокро весь в термобеле. Не знаю, градусов 28, наверное, может даже больше. Очень жарко. Вообще, для того, что я уезжал в Запорожье, у нас было 13 градусов тепла, в Киеве было плюс 9. Ну, какие дела. Ждем тачку и мчим на ужин вкусненький. Судя по тому, что я выхожу с машины и рядом стоит машина с велосипедом. Значит, мы приехали в нужное место. Тут огромное количество палаток, так как соревнования будет. Тут и Каньон, и Фокс, и Чен Реакшн, Тим. Тут просто жрать, мы голодные как черти. Мы идем в Халы. Завтра все покажу, пацаны. Всем доброе утро. Фух, наконец-то мы отошли немного от дороги, потому что вчера, блин, сильно все устали. И я, и Антоха, это, блин, тяжелая дорога была ехать в лицо. Это столько с Запорожья, в Киев, с Киева, куда, господи, в Вену, с Вены, в Милан. И с Милана еще ехать в Лягуру. Это вообще жесть, с тачкой на прокат. В общем, ну, есть радостная новость. Вот вид с окна, например. Очень круто, чуваки. Просто вообще. Сейчас завтракаем, идем на презентацию. Скорее всего покажут новую маску прикольную. Очки, возможно, еще какие-то будут новые у нас. И потом по набережной поглядим. Там палатки, куча разных движняков, ништяков. Так как соревнования по эндуро проходят. Это командные соревнования. Грубо говоря, лучшие гонщики командами принимают участие. Называется это Трофи Национальная эндуро. Как-то так я совсем помню название. Ну, в общем, тут очень много элиты. Очень много топовых брендов. Пойдем погуляем, посмотрим. И после обеда у нас катание с Фабианом Боррелем, с Клеменцем. Все как положено. Я думаю, на презентации они тоже будут. И будут рассказывать о новом продукте. В общем, все интересно. Давайте бегом бежать. Как альберт, мы всегда пытаемся улучшить продукты. Мы пытаемся улучшить продукты. Мы пытаемся улучшить продукты. И так как альберт, это позволяет увидеть продукты. Их мы понимаем, что это вещество. И потом, мы тестим. В КВИКШИВТЕРЬ Это более простой и более простой. Но, конечно, у нас есть фаскет-перформанс, которая позволяет нам все-таки увеличить и увеличить нашу перформансирование на машине, что в эндуро-пуре или даже в десканте, в виде виду, в виде защиты, в виде защиты, в виде защиты, в виде защиты. То есть все эти параметры, что, сегодня, ль-i-wear должен иметь, в нашей дисциплине. И это то, что это дает Ютбоу в жизни. И cara возьминешайте справа в жизни. Они надеюсь, чтобы у bunkуме себя решили, Это позволяет развиваться и развиваться. В Вьетнаме Жером Климан, супер круто эндурагончик, чемпион мира в первой конке Европы, и вообще очень круто чувак. Сейчас мы вас спросим, как ему новую джулб, как появилась идея эта возникла? Итак, как появилась идея этого двигателя? Мы ходили на эндуро, и джулбо всегда есть хорошие ленты, хорошая качество, но не специфические гоголы для мотоцикла. Мы всегда использовали гоголы, поэтому мы пытались найти гоголы, которые соответствуют нашим требованиям и спецификам мотоцикла. Они катались в масках джулбо до этого, они были рыжные, они все очень нравились с ним, все очень нравились технологии. Но в них немножко было жарко, все равно они были как бы лыжные, и поэтому они хотели сделать более МТПшную маску. Итак, что мы сделали, мы взяли один фрейм, который мы любим, с хорошей визией. Таким образом, не фреймом. Они взяли оправу, которая им нравится, это оправа практически без рамки, с очень широким обзором. Они поменяли подкладку, сделали ее более легкой и дышимой. Мы тестировали другую версию, но, что мы любим, то, что мы любим, то, что взял воздух из низа. Они тестировали много разных вариантов разрезов, но данный вариант самый лучший, потому что воздух идет снизу вверх. Если будет разрез сверху, то там будет попадать влага, дождь и грязь. Изменили форму носа так, чтобы было меньше давления на нос и было хорошо дышать. И последнее, потому что это хорошо иметь воздух, но иногда, когда холодно или дождь, вы хотите больше защиты. Таким образом, мы сделаем это удовольствием, не просто удовольствием. И так же есть вставки, если дождливая погода или очень пыльная, чтобы снизу ничего не залетало в маску. И у нас есть большая степь, потому что, я думаю, что лицо важно. Таким образом, у нас есть лицо, который подходит в Монтан Байкинге с 45-мм степью. И степь они сделали шире, 45-мм, чтобы лучше сидеть на шлеме. Это работает, так что легко. У нас есть сигнал здесь, и сигнал здесь. Таким образом, у нас есть маленький знак. Это треугольник, и это квадратик. Таким образом, когда вы посмотрите, то треугольник идет на треугольник. Треугольник, треугольничку, квадратику, все очень просто. И это также написано на правом и правом. Какие преимущества дают в эндурогонке? Какие преимущества вы получаете в эндурогонке? Таким образом, если у меня есть длинный стейк, я могу удалить это и чувствовать комфортно. И комфортно означает быстрее. Если идет длинный участок, я снимаю эту клипсу и чувствую себя более комфортно, значит, это более быстрее. Также, когда вы едете, то не нужно отрезать галгару. Не нужно отрезать его все время. Вы можете оставить его больше, поэтому это очень легче. Пожалуйста, отрезать много времени. Таким образом, когда вы едете, то не нужно отрезать галгару. Магодральные стабилизаны, которые будут что-то не поможут. Какая с теклом, когда вы едете, то есть потерь. У меня есть проблемы с researching на 200 кг. Не. В первые стабилизаны, так что их не улетает, так что, когда вы едете в рамках, то есть и не там на тревогах. Какая с места? У меня есть кармар, что вы найдете на основе этого? Вы можете установить одно шею. Сpected метрофобик небес. И это помогает, чтобы ловить, чтобы ловить. Если бы ты просто смешиваешь. У них специального решения нет. Но он наносит специальную еще сверху гидрофобную, чтобы лучше скатывалось. Спасибо. В общем, провели презентацию обновленные. Новые очки, новая маска. Друзья, Мэнс? Извините. Здорово. 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 Да, очень хорошо. Угуста, Англэйс? Уже легкий. Один минут. Здорово. Спасибо, мэн. Добро пожаловать.